Вернемся к проблемам воспитания и к мысли о том, что дети – это отражение родителей. Беседуют детишки олигархов. А мне отец за пятерк по геометрии подарил виллу на Канарах. Фигня. Мои заплатили за контрольную по физике, так ее выдвинули на Нобелевскую премию. Вот такие сердобольные родители. Не случайно в газете появилось такое объявление. Отец по вызову, строгий, внимательный мужчина, приедет к директору школы и выслушает жалобу на клиента. Говорят, что из поросенка вырастает свинья, из козленка – козел, из щенка – собака, из детеныша – обезьяна, обезьяна и так далее. И лишь из человеческого младенца может вырасти все вышеперечисленное. Сыночка, кровиночка моя, иди побегай, пока папка с людьми поговорит. Иди, говорю, поиграй. Ну, во что, во что, я ж тебя автомат купил. Иди, пристрели кого-нибудь. Вон народу сколько ходит. Видал, как побежал, а? Мне тут какая-то Вероника Маврикевна замечание сделала. Вы почему ребенка бьете? Я его не бью, я защищаюсь. Подумаешь, раз в ухо дал. Меня в детстве отец 10 раз в день по голове бил. И ничего, у меня сейчас не голова, а кувалда. Я недавно на стройке через 8 бетонных перекрытий вниз головой летел. Тот дом потом собрать не могли. А я только уши поцарапал. Тяжелое детство – решающий фактор выживаемости в наших условиях. Это я вам точно говорю. На нынешних детей, посмотрите. Хилый, тонкий, зеленый, как укроп. Пальцем тронуть нельзя. Мальчонка за столом, руку протянул за хлебом. Мать ему по руке – хлюп! Двойной перлом руки. Тройной перлом стола. Девчушечка случайно попала в маму мечом. Та ей врезала по затылку так, что девчушечка вылетела в форточку и совершила мягкую посадку в 200 километрах от Караганды. Отец сыну крикнул, опять у тебя двойка по-английскому. Дневником он по голове – трох! Теперь в результате сын и по-английски не понимает, и по-русски только одно слово помнит – «У, блин, все!» Слушайте, я вас внимательно спрашиваю, что нашими детьми происходит. Может, мы их слишком любим? Так у меня родители, каждый день родители любили в детстве. У меня искры из глаз сыпались. Я от них и прикуривал. Я свой железный характер впитал с молотком матери. Сыночка Кровенко, «Ты чего быстро наигрался?» «Чего, всех перестрелял?» «Так он же еще живых сколько ходит!» «Вон милиционер стоит!» «Пойди, пойди к нему, пошути с ним!» «Скажи, начальник, человек, тебе ствол не нужен?» «Он тебя за это на машинке покатает!» «Видал, как побежал, а?» «Он у меня все умеет!» «Я его летом учил кататься на лыжах!» «Вниз по лестнице!» «Зимой плавать!» «Схвачу его за ноги!» «Брошу в прорубь!» «Жду, когда всплывет!» «Он у меня не тонет, как мылки вэй!» «Что вы!» «Это я вам точно скажу!» «Мало у нас еще о детях, о детев думают, о детям!» «Мало фильмов, ужасов показываем мы им!» «Мало!» «У них от страха голова лучше соображает!» «Мой недавно начитался этих политических ужасов!» «Приходит домой и говорит, папа, давай поиграем во всенародные выборы!» «Давай! С чего начнем?» «Дай миллион на предвыборную кампанию!» «Чувствуете, волчья хватка появилась!» «Сыночка, ты чего крадешься?» «Чего ты крадешься?» «Что у тебя в руках?» «Граната?» «Тот дядя дал, он не милиционер?» «Сказал, чтоб ты мне ее незаметно в карман положил?» «Чтоб твой папочка хоть раз в жизни мозгами раскинул?» «Сынок, за что ж ты меня так предал?» «Запачку Мальбора?» «Что ж с нашими детьми происходит?» «Душу в них вкладываешь!» «Хочется, чтоб из ребенка толк вышел!» «Толк выходит, а бестолочь остается, а!» «Альбомор talvez я вышел в прибыль» «